Идея создания поэтической летописи героических лет Отечественной войны принадлежит коллективу информационно-методического центра Одинцовского района. Андрей Иванов поддержал проект издания книги. Он считает необходимым сохранять память о подвигах освободителей, живущих и ушедших. Когда задумывалась эта книга, мы не ожидали на такую поддержку, такой отклик. Нам откликнулись и поддержали нас сотрудники библиотек. Нас поддержали руководители литературных объединений от всего нашего Одинцовского района. Помогали все. Благодарность букеты цветов литературным редакторам, членам Союза писателей России, составителю и автору вступительной статьи Ольге Сорокиной и поэту Николаю Оболонскому. Первые подарочные экземпляры ветеранам войны Константину Федотову, участнику парада победы и солдату победы Станиславу Алехину, ветеранам воинской службы Владимиру Веретенову и Олегу Смоленскому. Не успели стихнуть аплодисменты, в зале появилась группа женщин со свечами в руках и зазвучала песня «А у нас тишина». Эти трогательные строчки написала руководитель клуба «Ветеран» Галина Степанькова. Она, как никто другой, знает цену тишины. Ее 12 родственников ушли на фронт защищать родину, четверо братьев не вернулись домой. Эта пронзительная нота скорби об ушедших и благодарности за мир станет лейтмотивом всей встречи. В сборнике более 200 стихотворений. Первая часть названа «Тяжкий крест войны». В строчке Вениамина Колпакова «Забыть не вправе я» читает Михаил Дикань. «Туман стелился над рекою, пылал рассвет над городком, в окопе там нас было трое, на южном буге, под кустом». В строке, которые читает Лариса Ступникова, написал бывший малолетний узник Леонид Тризна. Ему было меньше, чем этим ребятам, которые вышли на сцену, чтобы процитировать обращение Анны Перекрестовой, адресованное павшим. «Вы вечно в памяти народа, вы живы в любящих сердцах». Александр Яськов вспоминает Валентина Бордина. Кажется, совсем недавно в этом зале он сам стоял у микрофона. «Любовь к отчизне нас спасла, и фронт, и тыл стали солдатом. Нам Бог победу не спаслал. На май, в Великом, в сорок пятом». «Не могу не сказать. Валентин – это мой друг. Мы много с ним прошли. Он не просто ракетчик, он ядерщик». Боевого летчика Ростислава Худобко ребята, конечно, помнят. Он часто бывал в школах. Его стихи читает Владимир Зубцов. «Все было в прошлом. Сколько раз, когда обманывали нас. Но я чужим словам не верю. Готов закрыть покрепче двери, чтобы не впустить в свою страну пожар и новую войну». Звучит бухенвальский набат. Зал поет вместе с ансамблем. И поэтическая встреча становится похожая на концерт-митинг. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Леонид Бурдин. Телекомпания Одинцова. Продолжение следует.